Отец, мы молимся за всех людей, за царей и людей власти, чтобы церковь жила в мире, честности и благочестии. Мы принимаем откровения с небес. Мы принимаем слова с небес, которые приводят небеса на землю. И мы благодарим Тебя за него. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Скажите Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Богу. Повернитесь, широко улыбнитесь и скажите кому-нибудь, что Вы любите их во имя Иисуса, и потом можете садиться. Давайте сегодня откроем наши Библии на 5-й главе 2-го послания Коринфянам. 2-й Коринфянам, 5-я глава. Слава Богу. Давайте начнем читать с 5-го стиха. «Но сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Итак, мы всегда благодушествуем. «Или всегда уверены». Когда мы уверены? Уверены мы только тогда, когда все идет хорошо и гладко? Уверены ли мы только тогда, когда положение улучшается? Нет, мы всегда уверены. Аминь. Всегда уверены и как знаем, или зная. Апостол Павел сказал, что он уверен, зная что-то. Мне нравится слышать людей, которые знают, во что они верят. Мне нравится слышать людей, которые говорят о том, что они знают. А не «Ну, вы никогда не знаете». Интересно, к чему идет этот мир. Интересно, к чему идут наши подростки. Они идут к Богу. «Мир идет к Богу». «Ну, брат, что-то я этого не вижу». Вы не туда смотрели? Что польза смотреть в газету? Кроме старых новостей, в газетах ничего нет. Это все произошло вчера. Вы не найдете этого в выпусках новостей. Они идут всего 15 минут. Это не мировые новости. Это старье. 15 минут того, что произошло вчера. Ну же. Боже мой. Почитайте концовку Библии. Вот это новости, брат. Наше будущее в Иисусе. Наше будущее выглядит хорошо. Аллилуйя. С каждым днем, с каждым мгновением этого часа, этот мир еще на один день, еще на одно мгновение, еще на один час становится ближе к Богу. Ближе к Богу. Ближе к восхищению церкви. Ближе, ближе. Некоторые люди говорят, «О, Боже мой, мы почти подошли к периоду скорби». Что ж, задумайтесь об этом. Он продлится всего 7 лет. Нас не будет здесь всего 7 лет. Уверены? Скажите, «уверены». Уверены, зная, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верой. Вера от сердца. Под сердцем подразумевается не ваш кровяной насос, а дух, сердцевина вашего существа. Идет большая теологическая дискуссия. О, этому человеку сделали пересадку сердца. Боже мой. Был ли тот человек, у которого было взято это сердце, спасен или не спасен? Придется ли ему снова принимать спасение из-за того, что у него новое сердце? Задумайтесь об этом. Что если бы они собирались пересадить сердце обезьяны? Я думаю, этому человеку уже пересадили мозг обезьяны. Вы не можете верить Богу этим кровяным насосам. Это физическая плотская мышца. Вы получили бы не больше веры от этой мышцы, чем от этой. Я имею в виду, что вы бы и близко не получили веры от своего носа, или своего уха, или своего большого пальца. Потому что в своем большом пальце человек верует к праведности. Очень много смысла. Вера – это духовная сила. Эти вещи от Духа. Рождены от Духа. И они вкладываются в человеческий дух, Духом Святым, в момент возрождения человеческого Духа. Вера – от сердца, а не от головы. Она не производится в вашем разуме. Вера будет оказывать влияние на разум. Но это не состояние разума. Вера формирует состояние разума. Но вера – от Духа. Вера рождается из возрожденного человеческого Духа и высвобождается в словах и действиях, когда принимается решение верить во что-то, чего вы не можете видеть своей физической плотью или почувствовать своими физическими чувствами. Вера, которая от Духа, не требует физического доказательства для того, чтобы в это верить. Если вы требуете физическое доказательство, чтобы во что-то верить, тогда вы никогда не доберетесь до своего Духа. Вы добрались лишь до своего разума. Вы добрались лишь до своих физических чувств. Вы так и не пошли дальше них, поскольку как только вы видите или чувствуете что-то в естественной сфере, а потом вы удовлетворены этим, тогда вы так никогда и не доберетесь до своего Духа, чтобы высвободить духовную силу веры. Ваше чувство получает удовлетворение еще до того, как вы успеваете добраться до своего Духа. Когда вы верите во что-то, чего вы пока еще не можете видеть своим физическим телом, своими физическими чувствами, вы не можете видеть это, чувствовать это, обонять это, попробовать это на вкус, слышать это в этом естественном физическом мире чувств. именно это и представляет в Библии слово «плоть». Врата ваших пяти органов чувств, через которые вы получаете информацию. Эти врата информации – это не те врата, через которые вы общаетесь с Богом. Бог дал вам уши не для того, чтобы слышать Его. Он дал вам глаза не для того, чтобы видеть Его. Он дал вам ваш нос не для того, чтобы обонять Его. Он дал вам ваши физические органы чувств не для того, чтобы чувствовать Его. Он дал их вам для того, чтобы вы с их помощью контактировали с этим миром, с этим естественным физическим миром. Он дал вам чувство, чтобы у вас хватало здравого смысла знать, сейчас жарко или холодно. Вам не стоит ходить по улице в футболке в минус 10. Ваши физические чувства вам были даны Богом, чтобы ваш разум мог принимать качественные решения и контактировать с этим физическим миром. И до тех пор, пока дьявол не влез в этот физический, естественный мир, и не получил в нем какую-то власть, в нем не было никаких проблем. С ним не было никаких проблем, потому что в этом мире, кроме Бога, никого не было, когда Бог его сотворил. Кто-то спросит, почему Бог сотворил дьявола? Он не был плохим, когда Бог его сотворил. Библия говорит, что он был совершенным в тот день, когда был сотворен. А беззаконие нашлось в нем позже. Итак, эти пять физических чувств не были даны вам для того, чтобы с их помощью определять духовные вещи. Они там даже не работают. И до тех пор, пока вы будете пытаться это делать, вы будете ошибаться в 100% случаев. О, разве мы не чувствуем Бога? Знаете, что произошло бы, если бы вы на самом деле почувствовали Бога? Это было бы последнее, что вы когда-либо почувствовали в своей жизни. Да. Это все равно, что хотеть почувствовать выхлоп 747-го Боинга. Мы найдем вас завтра утром в штате Нью-Мексико. Знаете, вы приходите на служение и очень часто в присутствии Божьем. О, вы чувствуете себя так хорошо. Но это не является доказательством того, что он там. Это просто лишь результат чего-то намного большего, что происходит в духе. Но может оказаться и так, что это вообще не будет проявлением Бога, а ваша плоть просто будет отлично проводить время. Элвис Пресли доказал это. Аминь? Да. Эстрадные артисты уже годами это доказывали, что ваша плоть может веселиться и отлично проводить время. Бог не имел к этому никакого отношения. Бог был там, потому что он вездесущий, он везде. Но он там лично не вовлечен в проявление на том месте, потому что никто там не обращает на него никакого внимания и не воздает ему никакой славы. Просто он позволит вам пойти туда, и ваша плоть там будет веселиться. фактически, скажу вам следующее. Он позволит вам пойти в ад, если вы этого захотите. Очень жаль, если вы этого захотите. Я сказал все это потому, что хотел, чтобы вы увидели следующее. Слово Божие говорит, вера приходит. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда произнесено Слово Божье, вера вся во внимании. Она всегда отвечает Богу. Вера не может встать и сказать, «Нет, только не этим утром». «Уж спасибо, нет, нет». Нет, вера всегда послушна. Когда был сотворен Адам, он был сотворен с верой Божьей, пребывавшей в нем. Потому что без веры угодить Богу невозможно. И до конца этой недели мы разберемся и раз и навсегда ответим на этот вопрос. Почему Богу невозможно угодить без веры? Достаточно просто знать, что ему невозможно угодить без веры. Это должно закрыть для нас этот вопрос. Но у нас есть право знать, потому что в это вовлечено много всего. И нам нужно больше знать о том, как это работает, как говорит Чарльз Кэпс, иметь практическое знание веры. Подходить к этому не просто с позиции послушания, но с позиции практического знания, чтобы мы могли умело ее использовать. Хвала Господу. Потому что Библия говорит, что мы ей живем. Итак, Адам был сотворен с верой внутри него. Но когда через грех пришел страх, в нем по-прежнему была та вера, которую дал ему Бог, но она была искажена. Понимаете? В нем также была и любовь, но теперь она больше не была любовью. Теперь она проявлялась как ненависть. Дьяволом никогда ничего не было создано. Он никогда ничего не создавал. Все, что он может делать, это искажать, перекручивать то, что уже сделано Богом. И что произошло? Когда в Эдемский сад пришло Слово Божье, поднялась вера, которая теперь была страхом. И вместо того, чтобы бежать к Богу, она убежала от Бога. Вы это видите? И с того дня каждый человек, который когда-либо слышал Бога без помазания Божьего, в страхе бежал от Бога и больше не хотел, чтобы Бог был их спасителем. Больше не хотел, чтобы Бог был их судьей. Больше не хотел, чтобы Бог был их целителем. Нет, нет, мы найдем для себя какой-нибудь другой путь, чтобы исцелиться. Все, что мы когда-либо делали, это искали путь, чтобы вроде как исцелиться. Поэтому на этой неделе, за то время, которое мне выделил Бог и которым Он благословил меня на этой неделе, я хочу, чтобы мы выяснили, является ли вера хождение и жизнь верой чему-то на наше усмотрение или же это требование Бога? Является ли это жизненной необходимостью? Нам нужно ответить на эти вопросы и принять решение в отношении этого. Я хочу вернуться к одной вещи, которую я сказал минуту назад и разобраться с этим. И затем мы прочитаем еще некоторые места описания. «Когда вам нужно верить во что-то, чего вы не можете видеть, почувствовать, потрогать, когда вы стоите перед решением, верите вы или не верите, что Бог есть, то когда вы принимаете это решение, верите, что Он есть, и вы не можете его видеть, вы не можете его почувствовать, когда вы принимаете это решение и вы говорите, «Да, я принял это решение, я верю в это», кто-то может сказать, «Да, но вам нужно», «Мне не нужно никакого «да, но», я верю, что Бог есть, и вы этого не измените». Как только вы принимаете это решение, ваш разум говорит, «Мы не можем верить в это, опираясь на нашу физику, мы не можем верить в это умственно, мне придется обратиться куда-то еще и получить реальность этого». И ваш разум может обратиться только в одно место, а именно к вашему духу. И ваш дух поднимается, высвобождает веру и приносит ответ на уровне духа, души и тела. Вера поднимается и говорит, «Ну, конечно же, именно оттуда я и пришла». И вдруг, вместо того, чтобы думать, «Я не знаю, могу ли я в это верить или нет, я просто верю, что я буду», вы вдруг говорите, «Ну, конечно же, Бог есть». Вдруг приходит реальность. Что это? Это вера. Каждый раз, когда вы смотрите в записанное Слово Божье, и оно говорит, «Ранами его вы исцелились». И вы говорите, «Если бы я спросил у моего тела, исцелилось ли оно?» Оно бы ответило «Нет». Если бы я спросил у моих родственников, «Исцелился ли я?» Они бы ответили «Нет». Если бы я спросил у моего врача, «Исцелился ли я?» Он ответил бы «Нет». Но я спросил у Слова Божьего, и каждый раз оно отвечает, «Ранами его вы исцелились». Я должен принять решение. Я выбираю верить в это. Что происходит? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера приходит, «Ну, я ничего не почувствовал». Вот вы пытаетесь что-то почувствовать. Видите? И ваше чувство не является доказательством. Вера приходит, откуда я знаю, потому что Бог так сказал, и Он является начальником или автором нашей веры. Он так сказал. Поэтому я снова выбираю в это верить. 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 Каждый раз, когда вы это делаете, приходит вера. Она будет продолжать подниматься как прилив, пока от избытка вашего сердца не будут говорить ваши уста. И когда это происходит, вам не нужно было принимать умственное решение верить в это. Это перелилось через край. И когда это таким образом переливается через край, она высвобождена, и она здесь, являясь слугой для вас. Какова ее работа? Ее работа – соединять с помазанием. Ее работа – соединять вас с Богом и Его снимающие бремена, уничтожающие Ермо силой. Аминь. Вы можете сказать «Аминь»? Хорошо, теперь откройте свои Библии вместе со мной на послание к евреям. Вера – это духовная сила. Это духовная реальность. Это небесная часть вас. Слава Богу. Послание к евреям. Третья глава. Я хочу начать читать, и я намеренно пропущу первые два стиха, потому что мы вернемся к этому позже и увяжем одно с другим. Давайте прежде всего взглянем на третий стих. «Ибо он, Иисус, достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. «А помазанный, как сын в доме его, дом же его мы, мы не являемся частью дома служителя или слуги. Мы являемся частью дома сына. Все мы вместе – дом. Поэтому каждый из нас является частью этого дома. Мы все вместе являемся этим домом. Аминь. Когда вы родились свыше, вы не стали слугой Бога, вы стали чадом Бога с определенными небесными правами, кровными правами. И после того, как вы стали чадом Божьим, после того, как я стал чадом Бога, я принял решение служить Богу. Аминь. Некоторые из вас, когда выросли, решили пойти работать и быть нанятыми на работу кем-то другим. Некоторые из вас решили работать и быть нанятыми на работу вашей семьей, вашим родным отцом. Но не тогда вы стали ребенком этой семьи. Вы стали ребенком этой семьи, когда вы родились. Аминь. Я стал ребенком, равно как и вы, семьи Божьей, когда сделал Иисуса Христа Господом своей жизни. Вы становитесь сыном или чадом Бога не после того, как умираете. Вы становитесь наследником Божьим не тогда, когда вы умираете. В этом нет смысла. Мой отец, Эй Дабл Ю Копланд, все еще жив. Ему 93 года. Я становлюсь Его наследником не тогда, когда я умираю. Я становлюсь Его наследником тогда, когда Он умирает. Но я не становлюсь наследником того, что принадлежит Ему, когда я умираю. Как такое возможно? Мы становимся наследником Бога не тогда, когда мы умираем. Мы стали наследником Бога тогда, когда Он умер на том кресте. Аминь. Он единственный человек, который написал завещание, умер, завещание вступило в силу, и Он воскрес из мертвых и стал исполнителем Своего собственного завещания. Он даже не поручал этого кому-то другому. Он утверждает Своё собственное завещание. И мы с вами являемся наследниками, со-наследниками с Иисусом, наследниками Бога. Наследниками Бога. Аллилуйя. Разве это не благая весть? И я скажу вам, это благая весть, это Евангелие. Вы знали, что Евангелие это... Спрячьте свой пистолет. Я скажу что-то, что, возможно, не будет вписываться в привычные вам доктрины. Евангелие это не то, что Иисус умер. Если бы это было Евангелие, тогда Мухаммед, Будда, Конфуций... Это то, что было бы общим у этих людей с Иисусом. Они все умерли. Но Евангелие не в том, что Конфуций умер. Евангелие не в том, что Будда умер. Евангелие не в том, что Иисус умер. Евангелие в том, что Иисус жив. Евангелие это Евангелие Христа. Это Евангелие помазанного. Это Евангелие того факта, что Он жив. Чтобы следить за тем, что Его помазание по-прежнему доступно для любого, кто призовет Его имя для снятия бремени и уничтожения ерма в их жизни. Аллилуйя. Евангелие в том, что Иисус поставлен Богом, посланник, первосвященник исповедания наших уст и наших действий на основании Его Слова. Следить за тем, чтобы это осуществлялось. Некоторые говорят, я просто не понимаю, как ты можешь вставать и говорить, что ты исцелен, когда твое тело явно является больным. Что ж, я не понимаю, как вы можете этого не делать. Я не понимаю, как вы можете сидеть и говорить, что Бог сделал вас больными. Он никогда в своей жизни не делал никого больным. Как вы можете? Он послал Иисуса. Иисус сказал, Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Если Бог на кого-нибудь, что-нибудь насылал, Иисус должен был бы быть тем, кто это принес. Он тот, кто послан Богом. Мне не нравится об этом даже говорить. Мне не нравится даже. Это настолько оскорбительно для престола Божьего. Это настолько оскорбительно для крови Иисуса. Это настолько оскорбительно для помазания, будто Бог может дать какую-то немощу болезнь. Мне не нравится даже говорить об этом. Мне надоело даже поднимать этот вопрос. Позвольте мне у вас кое-что спросить. Почему это будет использованием имени Господа напрасно, увязывать имя Бога с какими-то проклятиями? Бог не является тем, кто проклинает. Не так ли? Тогда разве это не будет таким же богохульством говорить, Он виновник болезни? Это богохульство. Это сквернословие. Это то, что мы называем сквернословием. Обычная уличная болтовня говорит, что Бог сделал кого-то больным. Только это не уличное сквернословие, а религиозное сквернословие. Я давно перестал ругаться и сквернословить. Но скажу вам, ничто так не подталкивает меня вспомнить уличное ругательство, как когда кто-то называет Иисуса источником наших болезней или наших проблем. Скажу вам, уж точно не требуется никакой веры, чтобы говорить это. Отец, мы молимся за всех людей, за царей и людей власти, чтобы церковь жила в мире честности и благочестия. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. Мы просим Тебя во имя Иисуса наполнить эти собрания на этой неделе Твоим присутствием, проявлениями Тебя. Квала Господу! О, Боже! Мы здесь, чтобы обратить внимание на Иисуса, на Его распятие, на Его воскресение и на Его мощное служение как первосвященника, Господа, защитника, генерала церкви. Аллилуйя! Сатана, тебе здесь нет места! Мы не даем тебе места! Мы закрываем за тобой дверь! Во имя Иисуса и Отец, приходя к Слову Живого Бога, мы приходим к Нему с великим почтением и уважением, с осознанием огромной силы и со святостью и благоговением. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы принимаем откровения с небес. Мы принимаем слова с небес, которые приводят небеса на землю. И мы благодарим Тебя за него. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Скажите Аминь! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Богу! Повернитесь, широко улыбнитесь и скажите кому-нибудь, что вы любите их во имя Иисуса. И потом можете садиться. Аллилуйя! Хорошо. Давайте вернемся и продолжим читать третью главу послания к евреям. И Моисей верен во всем доме его как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А помазанный, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, подчеркните сердце лукавого, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Сделайте для себя здесь пометку. Позже, когда у нас будет время, мы к этому и вернемся. Но пометьте здесь для себя первое послание к Тимофею 4,6. 1 Тимофея 4,6 говорит, что слова веры питают. Слова веры питают. Когда я, Глория, Джесси и Кэти Дю Плентис, Джерри и Кэролин Савейл, Деннис и Вики Берг, Хэппи и Джинни Колдвелл, когда мы все садимся на свои мотоциклы, о, мы не отдыхаем от веры. Мы никогда не отдыхаем от Слова Божьего. Мы ищем возможности еще больше в Него погрузиться, а не отключиться от Него. И мы переговариваемся друг с другом, мы говорим друг с другом, мы с Глория постоянно переговариваемся друг с другом по переговорному устройству, и мы едем вниз и вверх по дороге, слушая кассеты, диски. Затем мы обмениваемся кассетами, когда останавливаемся на заправке, или когда останавливаемся, чтобы перекусить. Мы постоянно говорим Слова Веры. Мы постоянно говорим Слова Веры. Мы постоянно говорим Слова Веры. Мы говорим Слова Веры. Что мы делаем? Мы питаем друг друга. Мы питаем, питаем, питаем друг друга. Собираясь вместе, мы не рассказываем грязные шутки. Собираясь вместе, мы не критикуем и не обсуждаем других людей. Если в нашем разговоре всплывает чье-то имя, мы просто останавливаемся и молимся за этого человека, слава Богу. Говорим Слова Веры. Говорим Слова Веры. Мы питаем друг друга. Мы отправляемся в 5, 6, 7, 8, 10-дневную поездку на мотоциклах Говорю вам, к тому времени, как мы возвращаемся домой Мы готовы есть суп из пороха, жевать гвозди И мы готовы идти Мы оказываемся в некоторых странных местах В буквальном смысле, проводя там собрания Однажды как-то вечером мы пошли в видеомагазин Мы собирались подключить у себя в гостиничном номере видеомагнитофон Мы пошли в тот видеомагазин И мы кое-что там присматривали И ко мне подошел молодой человек и сказал Вы Кеннет Копланд, не так ли? Я ответил, да Он спросил, а он там, Джерри Севелл? Я ответил, да Он спросил, вы не могли бы помолиться за мою маму? У нее рак Я ответил, конечно Мы все собрались вместе и начали молиться Он сказал, подождите минутку, она там, в машине Я сказал, что ж, хорошо, идемте И все мы отправились на парковку Мы помогли маме выйти из машины И я хочу, чтобы вы знали, вот это была молитва Вот это было время Там в Брэнсоне, штат Миссури Мы отправились на концерт Ферлин Хаски Скажу вам, я слушал, как Ферлин Хаски пел все эти годы Слава Богу, старый Ферлин Мне хотелось пойти послушать его Мне хотелось услышать, как он споет «На крыльях белоснежного голубя» Боже мой, мне нравится эта песня Я отправился туда Посмотрел его выступление И сбоку у сцены стоял маленький столик с его кассетами Я сказал Глори, я пойду найду Ферлина И я через минуту вернусь Она сказала, я пойду с тобой Мы поднялись и прошли за сцену И как только мы туда подошли Открылась дверь и вышел Ферлин Он не сказал «Привет, как поживаете? Меня зовут Ферлин Хаски» Он не разводил всего этого Он увидел меня и сказал «Брат, возложи свои руки вот сюда, у меня болит спина» Поэтому в то утро в том театре Мы провели служение исцеления с Ферлином Хаски И кто-то спросил «Вы когда-нибудь встречались с Джонни Кэшем?» И Джун Картер Мы ответили нет Они сказали «Что ж, у нас есть билеты, пойдемте сегодня вечером» И мы отправились на выступление Джонни и Джун Мы зашли туда И этот человек сказал «Пойдемте за сцену, я знаю, что Джонни и Джун захотят встретиться со всеми вами» Мы пошли за ними Мы прошли за сцену И Джонни Кэш сказал «Можете возложить руки на мои колени?» «У меня болит колени» Скажу вам, они действительно очень сильно у меня болят Мы с Глорией возложили руки на его колени И начали молиться вместе с ним и с Джун Скажу вам, это было отличное время Понимаете, вот почему вам нужно оставаться напитанными Оставайтесь напитанными верой Увещевайте друг друга Увещевайте друг друга Когда вы кому-то звоните Не звоните, чтобы поговорить о себе Звоните, чтобы поговорить об Иисусе Просто позвоните кому-нибудь и скажите «Эй, я хочу просто взбодрить твою веру сегодня Я просто хочу взбодрить тебя сегодня настолько, насколько я только могу Хвала Господу! Пока!» Как-то раз мне позвонил Джон Остин и сказал «Кеннет, это Джон Остин! Бог любит тебя, брат! И ты все можешь во Христе! Все, пока!» Я даже не успел сказать «Привет, Джон, как поживаешь?» Но скажу вам Когда вы кладете трубку, вы чувствуете, как будто вы готовы выкрасть дно у телефона Именно так мы и должны постоянно друг с другом поступать Вместо того, чтобы тратить столько времени зацикливаясь на своих собственных проблемах и ситуациях Перестаньте зацикливаться на этом Начав увещевать друг друга Подпитывать веру друг друга, понимаете? Я не планировал так долго на этом останавливаться Но это так важно сейчас для тела Христова Мы сейчас работаем по всему миру, мои братья и сестры Говорю вам Это всемирная паутина, этот интернет Ну же Это не принадлежит дьяволу Он никогда ничего не создавал Если бы это решал он Он бы уже давно ее изобрел Если бы он мог использовать это, чтобы кого-то разрушить Нет, нет, нет Мы будем использовать интернет, чтобы потопить его лодку Аминь И все остальное, что сможет оказаться в нашем распоряжении Мы будем использовать это, чтобы потопить его лодку, спустить его шины Мы будем использовать все, что будет в нашем распоряжении Аминь Подпитывая веру друг друга Всегда отдавая себе отчет в своей вере Постоянно Ну, братко, я не знаю, есть ли у меня такое время или нет Вы наверняка верно и исправно обедаете На это у вас есть время Фактически, вы подадите в суд на своего работодателя Если он не даст вам обедать Позвоните моему адвокату, вы меня дискриминируете Вы не даете мне обедать Вы дискриминируете меня Дайте мне пообедать Что ж, я понял, что нам придется быть такими же бойкими в отношении Слова Божьего Аллилуйя Возгревать свою веру Вы можете настолько возгреть свою веру Что говорю вам Каждый раз, когда вы будете вставать с кровати Дьявол будет причитать О, нет, он снова проснулся Мне снова придется его терпеть Он снова встал с кровати Аллилуйя Давайте в заключение сегодняшнего собрания Прочитаем еще несколько мест Писания У меня никогда не получается закончить Я проповедую уже 30 лет За эти 30 лет я не пропустил ни одного служения И у меня никогда не получается поставить в конце проповеди точку Я как брат Хейген Я просто ненадолго прерываюсь А позже Снова продолжаю Хорошо Давайте продолжим читать Я хочу снова показать вам это В послании к евреям В 3 главе в 12 стихе Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного Дабы вам не отступить от Бога живого Но наставляете друг друга каждый день Доколе можно говорить ныне Чтобы кто из вас не ожесточился Обольстившись грехом Ибо мы сделались причастниками Христу Давайте переведем Поразмышляем здесь минуту Мы причастники помазанного и его помазания Если только начатую жизнь или нашу веру Твердо сохраним до конца И вы легко можете видеть, что здесь главным образом говорится не о... И опять-таки помните, слово Христос переводится как помазанный Но говоря помазанный, вы должны ссылаться на то помазание, которым он помазан Поэтому в некоторых местах Писания Слово Христос указывает лично на Иисуса В некоторых местах Писания Оно главным образом указывает на помазание Вы не можете говорить о помазанном Не говоря о помазании И вы не можете говорить о его помазании Не говоря о нем И он помазан всегда Иногда некоторые места Писания Говорят в равной степени И об одном И о втором Подумайте сейчас о месте Писания Которое говорит Я все могу в укрепляющем меня Христе Здесь должно быть речь идет о помазании И то же самое справедливо в отношении этого места Писания Ибо мы сделались причастниками помазанию Если только начатую веру твердо сохраним до конца Доколе говорится Ныне, когда услышите глаз его Не ожесточите сердец ваших Как во время ропота Ибо некоторые из слышавших возроптали Но не все вышедшие из Египта с Моисеем На кого же негодовал он 40 лет Не на согрешивших ли Которых кости пали в пустыне Против кого же клялся Что не войдут в покой его Как ни против непокорных И так видим Что они не могли войти за неверие И так здесь говорится Что Бог негодовал Или был огорчен этим Бог был огорчен тем фактом Что они были побеждены Бог был огорчен тем фактом Что они пали в пустыне Почему это огорчает Бога? Боже мой, почему это огорчает Бога? Особенно теперь Иисус пошел на крест Иисус пролил свою кровь Иисус сошел в ад И взял на себя ваше и мое наказание Иисус воскрес из мертвых Иисус сидит по праву руку величия на высоте Ожидая доколе враги его Будут положены в подножие ног его А мы вместо того, чтобы требовать Чтобы дьявол преклонил свои колени Оказываемся положенными в подножие Давайте обратимся к четвертой главе Я хочу, чтобы вы увидели там одиннадцатый стих Итак, постараемся войти в покой он и Чтобы кто? Скажите, чтобы кто? Чтобы кто по тому же примеру Не впал в непокорность По примеру тех, о ком мы здесь читали Павших в пустыне Имея лукавое сердце Бог называет неверие лукавым сердцем Мы ассоциируем лукавое, злое сердце с кем-то Кто является убийцей или насильником Или такого рода ужасным человеком Но Бог называет лукавым сердце неверия Любой человек падет Если он или она не ходит верой Ну, брат Коплан, знаете, я несколько раз пробовал веру И она у меня никогда хорошо не получалась Наверное, Бог дал мне Ну, знаете, моя вера просто не работает так, как работает ваша Нет такого понятия, как деформированное рождение свыше В естественной сфере есть врожденные дефекты Из-за того, что в этот естественный мир вошел грех Наши гены несовершенны Но я хочу, чтобы вы знали Когда вы родились свыше Вы родились от Святого Духа Божьего Он не сотворил в вас какого-то рода веру, которая не работает Вера работает, когда она приведена в действие Нет такого понятия, как вера, которая не работает И такого не бывает, чтобы кто-то родился свыше без веры Такого не существует Понимаете? Есть вера, которую не питают Вера, которая не применяется Вера, которая не высвобождена Вера, которая не используется Понимаете? Кто-то может сказать Ну, все получилось очень хорошо, брат Копланд Это хорошо, я имею в виду Я заболел И вместо того, чтобы использовать свою веру Я пошел к врачу Здесь есть одна ошибка Вопрос не в том, чтобы идти к врачу или же использовать веру Вам лучше использовать свою веру, если вы идете к врачу Используйте свою веру, когда вы идете к врачу Используйте свою веру, пока вы находитесь у врача Используйте свою веру, когда вы уходите от врача Используйте свою веру, когда вы не идете к врачу Используйте свою веру, когда вы встаете И используйте свою веру, когда ложитесь вечером спать «Праведный живет верой?» И мы разберемся с этим вопросом. Не закрывайте это местописание, потому что я хочу еще к этому вернуться. Но мы раз и навсегда ответим на этот вопрос. Является ли вера необходимостью? Является ли вера приказом или же предложением на наше усмотрение для тела Христова? И мы знаем, что Слово Божье говорит «Праведный верой жив будет» или «Его жизнь будет поддерживаться верой». Мы только что увидели, что лукавым сердцем в глазах Бога является тот, у кого есть вера и кто ее не использует. Лукавое сердце неверия. Давайте дадим определение неверию, чтобы мы знали, о чем он говорит. Нет такого понятия, как вообще отсутствие веры. Это не верие, а не отсутствие веры. Потому что как только вы родились, как только вы начали существовать как человек, вы были рождены по подобию Божьему. Вы были рождены в одном духовном классе с Богом. Когда Бог пришел на землю, Он не пришел как ангел. Когда Бог пришел, Он не пришел как животное. Когда Бог пришел, Он пришел как человек. Поэтому, принадлежа к этому классу существ, вы имеете определенные права, и вы не можете не верить. Вы верите 24 часа в сутки. Оно работает постоянно. Это не отсутствие веры. Неверие имеет отношение к Слову Божьему. Когда Библия говорит о неверии, она говорит о ком-то, кто верит чему-то отличному от того, что сказал Бог. Если бы я читал руководство по эксплуатации автомобиля General Motors, и я бы сказал... Так, подождите минутку, я этому не верю. То есть вы вообще этому не верите? Ну нет, я верю. Видите, вы собираетесь мне сказать, чему вы вместо этого верите. Это неверие в отношении General Motors. Верно? Вы отказываетесь верить тому, что General Motors сказал о своей машине. Вы собираетесь верить чему-то другому. Вы намереваетесь сломать свою машину. Вот что вы намереваетесь делать. Если ваш механик сказал вам, что General Motors не знает, что делает, когда дело касается машин Chevrolet, я бы нашел другого механика. Этот глупец сломает все, что у вас есть. И вы ему еще будете за это платить. Разве не так? Да. Понимаете? Это все равно, что подойти ко мне и сказать, да, я знаю, что Библия так говорит, брат Копфланд, но вот как я в это верю. Меня не интересует. Понимаете? Это библейское неверие. Так, я потерял свое место в послании к римлянам. Я хочу обратиться к 14 главе послания к римлянам. Я закрою сейчас этот вопрос. И потом мы пойдем дальше. Римлянам, 14 глава, 23 стих. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, — грех». У кого-нибудь есть под рукой расширенный перевод Библии? 14 глава. Почему в чужой Библии так сложно что-либо найти? «Все, что делается без убежденности в том, что это одобрено Богом, является греховным, потому что все, что не берет начало и не исходит от веры, — грех». Ответило ли это на данный вопрос? Если нет, то нам нужно устроить здесь служение спасения. Аминь. Нет, это не жесткое обвинение. Это слово свободы. Это говорит мне о том, раз я принял решение ходить и жить верой, если вера чего-то не получит, у меня этого и не будет. Но с другой стороны, с другой стороны, я верю, что я могу иметь все. Слава Богу. Он восполняет все мои нужды по своему богатству в славе. Это как-то женщина, которая разозлилась на меня из-за того, что я проповедовал в церкви о том, что Бог не хотел, чтобы мы были в долгах. Она так разозлилась на меня. Та женщина была готова выцарапать мне глаза. Фактически, ее мужу пришлось чуть ли не оттягивать ее назад. Я был так рад, что он был там. О, она наскочила на меня. «Как вы смеете?» — сказала она. Это были ее первые слова, которые она мне сказала. Я спросил, «Как смею я что? Что я сделал?» «Стоять здесь!» — сказала она. «Мне потребовалось 12 лет, чтобы уговорить моего мужа начать строительство нового дома, а вы отговорили его от этого за 30 минут». Я ответил, «Леди, я даже не знаю вашего мужа, и уж тем более ни от чего его не отговаривал. О чем вы говорите? Потому что вы стояли там и говорили, что мы не можем влезать в долг». Я не говорил, что вы не можете влезать в долг. Я просто сказал, что это глупо, если вы это делаете. Не используйте меня в качестве козла отпущения вашего неверия. Она так и не дала мне возможности объяснить, что я имел в виду. Потому что банк даст вам взаймы только часть того, чего вы, по их мнению, заслуживаете. Бог даст вам гораздо больше того, чего, как Он знает, вы заслуживаете. «Итак, скажите, «Итак, это поверие, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всего семени». Римлянам 4,16 Это по вере, чтобы было по милости. Когда я в вере, Бог относится ко мне так, как будто я никогда не грешил. Когда я в вере, Бог относится ко мне так же, как Он относится к Иисусу. Он относится ко мне так же, как если бы я был таким же умным, как Иисус, как если бы я был таким же хорошим, как Иисус, как если бы я так же хорошо выглядел, как Иисус. Я не такой. Но у меня есть доступ к его помазанию. У меня есть доступ к его жизни. Аминь. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы вы ходили верой, так, чтобы он мог относиться к вам по милости и благодати, давать вам больше, чем вы заслуживаете, делать для вас больше, чем вы когда-либо мечтали. Несравненно больше всего, чего мы можем просить или о чем помышлять. Я могу уходить в своих помышлениях достаточно высоко. За последние 30 лет я поднимался в них очень высоко. Кто-то может сказать, «О, не надейся на слишком многое». Это самое глупое, что я когда-либо слышал, потому что вера является реальностью того, на что мы надеемся. Я хочу, чтобы моя надежда поднималась очень высоко. Поднимите ее так высоко, как вы только можете. Я лучше подниму мою веру и мою надежду так высоко, что получу лишь 75% этого, чем буду держать их внизу на нуле, и ноли получу. Воскликните кто-нибудь. Аминь. Воскликните. Аминь. Встаньте и давайте воздадим Богу хвалу и славу, потому что у вас есть вера. Это не что-то, что вам придется получить. Она есть у вас сейчас. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы просто благословляем Господа. Мы благословляем Твое имя. Мы благодарим Тебя за проявление Твоего присутствия среди нас. Мы благодарим Тебя за чудеса Божьи. Мы благодарим Тебя за Слово, за кровь и за имя Божье. Во имя Иисуса мы провозглашаем сегодня, что мы не умрем, но будем жить и возвещать могущественные дела Господни согласно Твоему Слову. И мы принимаем это. Мы принимаем это. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за каждое сказанное слово и за каждое совершенное дело. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте сегодня снова откроем наши Библии на 5-й главе 2-го послания к Коринфянам. 5-й стих. «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушевствуем или всегда уверены, зная, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. То мы благодушевствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Как мы можем быть Ему угодными или принятыми им? Принимают ли он нас на основании наших дел? Нет. Принимают ли он нас на основании нашей культуры или нашего расового происхождения? Нет. Принимают ли он нас на основании нашего уровня образования? «Нет, сто раз нет». Как мы им приняты? «Верой». 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 Скажите, «Верой». Итак, мы ходим верою, а не видением. Или другими словами, мы направляем нашу жизнь не по той информации, которая приходит через наши пять органов физических чувств, а мы направляем нашу жизнь на основании веры в Бога. То, что Он сказал, истинно. Поэтому мы говорим это, и мы живем этим, основываясь на том факте, что Бог так сказал. Аминь. Итак, мы ходим верой. Мы направляем нашу жизнь верой, а не видением. Павел также объясняет это в 4 главе 2 послания Коринфянам. 13 стих. «Но, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил». «И мы веруем, потому и говорим». «Зная». Вот снова это «зная». Знаете, у вас есть право знать некоторые вещи, будучи уверенными в некоторых вещах. А как вы что-либо узнаете? Вы тратите время на то, чтобы выяснить что-то об этом. Аминь. Но есть некоторые вещи, которые мы знаем, в которых мы уверены. Ранами его вы исцелились. «Ну да, я знаю, что Библия истина». Нет, это не уверено. Библия говорит, что Авраам был вполне уверен, полностью уверен. И вы знали, что он стал вполне уверен только после того, как Бог прошел по крови и поклялся ему. И Библия говорит, что когда Бог это сделал, это стало якорем для души Авраама. Это поставило на якорь его эмоции, его разум. Библия говорит, что завет кладет конец всякому спору. Если есть что-то в Слове Божьем, чему вам трудно верить и применять в своей жизни и изменять свою жизнь в соответствии с этим Словом, тогда вам придется уделить время размышлению над этим. Вам нужно взять элементы хлебопреломления, встать на колени, взять то местописание, которое относится к данной ситуации, положить его перед собой и провозгласить перед Богом, провозгласить перед ангелами, провозгласить перед всеми бесами ада. Я выбираю верить этому. И это в крови Иисуса. Если Авраам был вполне уверен благодаря крови животного, говорю вам, вы должны быть вполне уверены, когда Бог стоит в крови Иисуса и говорит, ранами Его вы исцелились. «Конец всякому спору, конец всякому раздору, конец всем дебатам», говорит Библия. Смит Вегелсворт неоднократно говорил, «Это было взято из сферы человеческого спора и помещено в святую сферу святого Слова Божьего». Об этом нечего спорить. У вас есть право спорить, если хотите, но вы впустую тратите свои силы, тогда как вы могли знать. «О, брат, мне бы хотя бы знать, что я пойду на небо». Что ж, возьмите 10 главу послания к римлянам и пребывайте в ней до тех пор, пока вы не будете знать. Встаньте на колени и не вставайте до тех пор, пока вы не будете знать. Пока вы не будете знать, что вы знаете. Пока вы не будете знать, что вы знаете, что вы знаете. Пока вы не будете знать, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете. Что вы знаете. Что вы знаете. Что вы знаете. Что вы знаете? Что вы знаете? Что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете? 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 Так, чтобы если кто-то вдруг разбудит вас посреди ночи, вы могли сказать, «Я знаю!» Один великий муж веры проснулся как-то ночью, И у ног его кровати стоял дьявол. Это реальная история. Сам дьявол стоял у ног его кровати. Он проснулся, посмотрел на него и сказал, а это всего лишь ты перевернулся на другой бок и снова заснул. Почему? Потому что он знает. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Знать мы знаем. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, или оно может измениться, а невидимое вечно. Вечно. А вы когда-либо стояли где-нибудь? Я это замечал. Например, вы стоите в очереди за чем-либо. Вы стоите в очереди. И этот человек за стойкой. Вы стоите там в очереди. Вот подходит ваша очередь. Вы улыбаетесь. А этот человек за стойкой смотрит прямо сквозь вас и обращается к человеку, стоящему за вами. И вы думаете, я что, невидимый? Я что, одел сегодня свой камуфляж? В чем дело? Эй! Привет! Было ли такое, что вы находились в комнате, и никто в комнате не знал, что вы там? И они передают друг другу разные сладости, и ничего вам не говорят. Они просто проходят мимо. Аминь. Именно так вы можете поступать по отношению к этому естественному физическому миру. Это самое удивительное. Процесс этого описан в Библии. Если бы вы не могли этого делать, Бог бы не поместил это в Библию. Он поместил это в нее не для того, чтобы заполнить страницы. Он поместил это в нее потому, что Духом Божьим вы можете это делать. И вы можете это делать посредством решения. Вера – это акт решения. Как только вы принимаете решение, на сцену выходит Бог. Но пока вы не примете решение, Он не может выйти на сцену. Если бы Он поступал иначе, Он бы уже всех заставил принять спасение. Но Он не движется в вопросе спасения до тех пор, пока кто-то не принимает решение. И они говорят, «О, Бог спас этого парня 14 июня». Нет, не 14 июня. Нет, не 14 июня. Он спас его 2000 лет назад, когда воскресил Иисуса из мертвых. Этот человек просто принял это 14 июня. Он мог бы принять это 13, 12, 11, 10. Он мог бы принять это годом раньше. Он мог бы принять это в любое время, как только он стал достаточно взрослым, чтобы принимать решения. И это в более раннем возрасте, чем кажется большинству людей. Вы меня слушаете? Вы можете принять решение поступать по Слову Божьему и ходить верой, а не видением. Просто следуя тому процессу, которому, как говорит Библия, следовал Авраам. И именно о нем он здесь и говорит. Когда мы смотрим ненавидимое... Хорошо? Давайте обратимся к посланию к римлянам и посмотрим, как Авраам это делал. 4 глава. Послание к римлянам. Давайте начнем читать. С 23 стиха. Я не оставлю вам никакого пути для отступления. Вы не отвертитесь от этого словами «Да, но...» Не отвертитесь. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Помазанного и через Его Помазание, через Которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Аллилуйя. Давайте вернемся назад и посмотрим, что написано в 16 стихе 4 главы. «И так по вере, чтобы было по милости». Давайте сделаем вот что. Не закрывайте это место. Мы еще к этому вернемся. И посмотрите сейчас послание Галатам. Я хочу утвердить это прежде, чем мы вернемся к тому месту, потому что я хочу, чтобы, когда мы будем его читать, вы понимали, что вам принадлежит. Галатам 3 глава. 13 стих. «Христос, помазанный, и Его помазание, искупил нас от клятвы, или проклятия, закона, сделавшись за нас клятвы, или проклятием, ибо написано, «Проклятсяк, висящий на древе», «дабы благословение Авраамова через Иисуса помазанного и через Его помазание распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». И 29 стих. «Если же вы Христовы, если вы принадлежите помазанному и этому помазанию, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вернитесь на 1 стих назад, на 2 стих, на 3 стиха, 26 стих. «Ибо все вы сыны Божьи по вере в помазание Иисуса». Все вы, крестившиеся в помазанного и в Его помазание, облеклись в Его помазание. Нет уже иудея, неязычника, нет раба, не свободного, нет мужеского, полуниженского, ибо все вы одно в помазании Иисуса. Если же вы Христовы, если же вы принадлежите помазанному и Его помазанию, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Кто из вас сегодня принадлежит Иисусу? «Мы говорим о вас. Скажите, «Я семя Авраама, и я наследник Бога, Его обетования, Аврааму. Я сонаследник с Иисусом из Назарета, воскресшим сыном живого Бога. Он не только мой Господь, Он также мой кровный брат». Да. Аллилуйя. Хорошо, а теперь, пожалуйста, снова 4 глава Римлянам. 13 стих. Римлянам 4, 13. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственное обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, поверие, чтобы было по милости, дабы. Причина этого. Почему Бог это сказал? И мы начали, говоря о том, является ли вера необходимостью, является ли это требованием или чем-то на ваше усмотрение. И мы утвердили это в 14 главе послания к римлянам. Там говорится, что все, что не исходит от веры, грех. В послании к евреям 11.6 говорится, что невозможно угодить Богу без веры. Почему? Почему невозможно угодить Богу без веры? Потому что Богу угождает приносить процветание своим слугам, а к этому процветанию подключаются верой. Вера Божья является связующим звеном с помазанием Божьим. Именно помазание Божье снимает бремена и уничтожает Ермо круга смерти этой жизни. Вы следите за ходом моей мысли? Итак, по вере, что было по милости. По милости. И Библия говорит, что за то, что Авраам поверил Богу, Бог вменил или засчитал это ему как праведность. Но вам праведность не засчитывалась. Когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни, вы были сделаны праведностью Божьей в рождении свыше. Не знавшего греха, Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведностью Божьей. Бог относился к Аврааму так, как будто тот никогда не грешил. Давид сказал, блажен или благословлен человек, которому не вменяются его грехи. Благословлен человек, который был искуплен. Благословлен человек, который был омыт кровью Иисуса. Мы поем песни об этом, говорим об этом, и лишь некоторые из нас поступают на основании этого. О да, я просто старый грешник, спасенный по благодати. Вы не можете быть и одним, и вторым. Вы либо старый грешник, либо вы спасены по благодати. Извините, вы не можете быть и одним, и вторым. Вам нужно избавиться от этих греховных ярлыков. Я просто бедный странник, с трудом пробирающийся сквозь жару и холод, со стертыми ногами и в такой бедной обуви. Это все, чего оно стоит. Оно даже не стоит комментариев в присутствии рожденных свыше людей. Мне не важно, сколько религиозных людей так говорят. Ооо, мы просто омыты кровью Иисуса. Тогда почему вы не говорите соответствующим образом и не почитаете эту кровь? Я говорю эти вещи не потому, что что-то о себе возомнил. Я говорю эти вещи, потому что, почитая кровь Иисуса и имя Иисуса, я не буду говорить ничего другого в присутствии Святого Духа Божьего. Мне не важно, как я себя чувствую или как я выгляжу, или что-либо другое в этой естественной плоти. Я отказываюсь делать и говорить то, что непристойно до крови Иисуса, которое я был искуплен. Я искупленный человек. Я рожденное свыше чада Божья. Ну, хорошо бы знать это наверняка. Мы уже обо всем этом говорили. Я сказал вам, как знать это наверняка. Аминь. Уделите время тому, чтобы подлинно это знать. Измените всю свою оставшуюся жизнь. О, вокруг вас есть некоторые религиозные люди, которые просто лезут в бутылку из-за того, что вы говорите, что вы праведность Божья. О, я бы этого не говорил. Я знаю, именно поэтому вы больны, бедны и страдаете избыточным весом. Все, что вам нравится, либо аморально, либо ведет к избыточному весу. Обратитесь к Слову Божьему и побеждайте. Мы победители. Аминь. Я не сказал, что это легко. Если бы это было легко, они бы делали это в Диснейленде. Но скажу вам, власть у Бога Всемогущего, это можно сделать. И вы будете рады, что сделали это. Аминь. Я пришел в такой восторг от того, о чем Глория говорила сегодня утром. В следующий раз возьмите дьявола за волосы и вытащите его из вашего дома. Оттолкните его руки от ваших детей. Скажу вам, когда наши маленькие внучки Линдзи поставили диагноз гнойный менингит, в той больнице тогда уже умер один ребенок с таким же диагнозом. В Рождество. Было бы у нас веселое Рождество до конца нашей жизни на этой земле. Если бы мы позволили дьяволу украсть у нас одного из наших детей прямо у нас из-под носа. О, но брат Коптланд, я просто умолял Бога исцелить ее. Упрашивание не является отличительной чертой верующего. Отличительная черта верующего это тот, кто стоит, а не упрашивает. Скажу вам, мы тут же приезжаем в ту больницу, мы атакуем дьявола, мы тут же приезжаем в ту больницу, мы идем в приемное отделение, мы идем туда и начинаем преподавать Слово Божье другим людям в том приемном отделении, которые привезли туда детей и не знают, что им делать. Мы устроили в том приемном отделении служение пробуждения. 24 часа в сутки у нас там всегда кто-то был, кто ходил по тем коридорам, молясь и вере Богу. Именно для этого церковь и предназначена. А не просто, чтобы присылать цветы и «вспомните меня, пожалуйста, в своих молитвах». Я надеюсь, некоторые из вас не вспоминают меня. Выходят и молятся этими старыми, умирающими молитвами. «О, если Бог не вмешается, они умрут!» Он уже вмешался, друзья. Кровь Иисуса была пролита, «Гробница пуста!» Аллилуйя! И его имя живо! Инфекционист, лечивший дочку Келли, сказал, «Послушайте, эта семья немного странная, но дайте им немного места, потому что они знают, что делают». Аминь. Она была исцелена меньше, чем за 12 часов. Она по-прежнему испытывала боль и все остальное, но она пришла в сознание и пошла на поправку во имя Иисуса. И я хочу, чтобы вы это знали. Говорю вам, мы проехались по дьяволу, мы проехались по нему подобно товарному поезду, несущемуся по туннелю. Мы громили его, как только можно было. Лин и Мак Хаммонд были задействованы в этом. Когда вы звоните таким людям, известие передается по горячей линии. Молитвенный круг 911 приводится в действие. И у нас есть люди по всему миру, которые начнут молиться за подобного рода вещи. Да. Я зашел в ту инфекционную палату, наклонился к Линдси и сказал, «Линдси, я обращаюсь к помазанию, которое внутри тебя». Первое послание Иоанна 2,27 говорит, «Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает». Я сказал, «Я обращаюсь к помазанию внутри тебя, приказываю подняться и снять это бремя и уничтожить это ермо». Она посмотрела на меня, резко открыв свои глаза. Она стиснула зубы. Это 11-летняя девочка. Она стиснула зубы, посмотрела на меня и сказала, «Дедушка, я исцелена во имя Иисуса». И вы думаете, у нас нет Рождества? Нет, есть. У нас есть Рождество. Аллилуйя. Это требует усилий, и это требует времени, и это требует усердия. Вот что означает терпение. Терпение не означает, «Ну, я просто буду мириться с этим, наверное». Это мирское представление о терпении. Библейское слово «терпение» означает быть последовательно постоянными, одними и теми же изо дня в день, никогда не изменяться. Так говорит Слово Божье, «Я верю в это, я верю в это». Так говорит Слово Божье, снова, снова и снова, и продолжать идти вперед. Слава Богу, пока вы не выйдете из этой долины смертной тени и не войдете прямо в великолепие Его Сына. Аллилуйя. Аминь. Итак, 16 стих. «И так по вере, чтобы было по милости или по благодати». Вот почему Бог хочет, чтобы вы были в Его благодати. Были в вере. Просто верили тому, что Он говорит. Чтобы у Него было законное право относиться к вам так, как будто вы никогда не грешили. «Дабы обетование было не приложено для всего семени». Разве не говорится, что если вы Христовы, то вы семья Авраама и по обетованию наследники. Это обетование имеет такую же силу для вас, какую оно имело для Иисуса, когда Он был на земле. Вы знали, что Иисус совершал все чудеса, которые Он совершил, все исцеления, которые Он совершил? Он делал все, что Он сделал в Галилее. Он совершил все, что Он совершил на кресте. Он совершил все, что Он совершил, воскреснув из мертвых. Он совершил все, что Он совершил, воссев по правую руку Бога, потому что Бог пообещал Аврааму, что это произойдет. Он делал все, что Он сделал, будучи семенем Авраама. Некоторые из вас смотрят на меня так, как будто я только что вылез из пещеры и не знаю, о чем вообще речь. Откройте третью главу послания Галатам. Он только что вышел из автобуса, Миртел, я тебе говорю. Да, но это был правильный автобус, он меня сюда привез. Третья глава послания Галатам. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанное духом верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. То есть он говорит, даже кровный завет между двумя людьми не может быть иннулирован. А уж тем более заключенный в крови Иисуса, понимаете? Но Аврааму даны были обетования и семени его. Аврааму даны были обетования и семени его. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени Твоему, которое есть Христос». Когда Бог говорил Аврааму, Авраам принял это как для себя, и Бог засчитал ему это как праведность. Но Иисус пришел благодаря этому обетованию и ходил в этом обетовании, как если бы Бог обращался к нему. Поскольку начнем с того, что именно Ему и было дано это обетование, и все служение Иисуса было по вере в обетование, которое Бог дал Аврааму, стоя тогда в крови. Хорошо. «Не многим потомкам, но одному семени». Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, «Закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он и по обетованию». Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования. И теперь я хочу, чтобы вы снова взглянули на 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, семя, 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 семя. Не потомки, а семя. Семя. Оно для вас в единственном числе точно так же, как оно было и для Иисуса в Его земном служении, потому что вы Его сонаследники». Если вы будете очень внимательно читать послание к римлянам, именно об этом оно и говорит. Он первосвященник над этим заветом. И это лично для вас. Не просто для тела Христова, как одного целого. Есть обетования, которые предназначены для всего тела. Но это для вас и вашего семени. Вы можете сказать «Аминь»? Если не можете, просто сидите там и погружайтесь в это, потому что, говорю вам, это самая сильная вещь, которая когда-либо произошла с человечеством. Давайте вернемся к посланию к римлянам. «Чтоб было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». Как написано, «Я поставил тебя, Отцом многих народов, пред». У вас в Библии есть здесь ссылка, в которой говорится «или подобно ему?» «Я поставил тебя, Отцом многих народов, подобно ему, кому он поверил, Богу». Другими словами, Авраам, подобно Богу, который животворит мертвых и называет несуществующие, как существующие. «Подобно Богу, Авраам называл несуществующие, как существующие». Если вы конспектируете, то начните со следующего. Если это будет по вере, вы оказываетесь в милости или благодати. Когда вы оказываетесь в благодати, Бог будет относиться к вам так, как будто вы никогда не грешили. И когда вы все-таки согрешаете, исповедуйте свой грех, избавьтесь от него и вернитесь туда. Вернитесь туда. Оставайтесь в благодати. Не бегите от Бога, когда вы согрешаете. Бегите к Нему, когда вы согрешаете. Ваш грех не касается ни дьявола, ни кого-то еще. Бегите к Богу. Он ваш Отец. Иисус является верным первосвященником. Он наш ходатай перед Отцом, Который верен и праведен простить нас. И не просто простить нас, но очистить нас от всякой неправедности, когда мы исповедуем этот грех. Не спустя шесть месяцев после того, как вы какое-то время поплачете об этом. Аминь. Избавьтесь от Него и идите дальше. Оставайтесь в благодати. Оставайтесь в вере. Не позволяйте дьяволу обкрадывать вас из-за вашей плоти, или из-за вашего разума, или из-за чего-то еще, в чем вы оступились. Вернитесь туда. Оставайтесь там. Аминь. Итак, посмотрите на это. Он сверх пожелания ожидал, через что сделался Отцом многих народов, по сказанному, «Так многочисленно будет семя Твое, и не изнемогши в вере, так вы должны быть сильными в вере». Не изнемогши в вере, Он не помышлял, что тело Его. Мы ходим верой, а не видением. Он не помышлял. Он не принимал во внимание свое тело. Знали ли вы, что вы не можете просто не помышлять о чем-то? Для того, чтобы не помышлять, у вас должно быть что-то, о чем помышлять. Вы не можете просто сказать, «Я не буду помышлять». А о чем вы будете помышлять? О, не помышлять. Да, знаете, вы вскоре будете бормочущим идиотом, пытаясь не помышлять. Вы не можете просто не помышлять. Я не помышляю о своем теле. Проснувшись, однажды утром вы его не оденете, если вы просто о нем не помышляете. Он говорит здесь о том, чтобы вы не позволяли своему телу вести и направлять вас и говорить вам, что реально, а что нет. Потому что оно не знает. Оно знает только, что реально на его уровне. Это как рыба, говорящая вам, что кроме воды во Вселенной больше ничего нет. И вы знаете, что это не так, но рыба не знает, поскольку она никогда не была за пределами воды. И когда вдруг одну из них вытаскивают из воды, а потом отпускают обратно, знаете ли вы, что ей есть что рассказать? Я скажу вам еще кое-что. Теологически рыба не верит и ей. Эй, там есть что-то помимо воды. Я видела его, я видела его. О, меня подняли. Я была в лодке, и мне удалось спастись. Мне удалось спастись. И они отвечают, все знают, что есть только одна вода. Аминь. Хорошо. Он не помышлял, что тело его... Третья глава послания к евреям говорит, «Уразумейте или помыслите о том, кого Бог послал быть первосвященником нашего исповедания». Помыслите о нем. Слово Божие говорит в 12 главе послания к евреям. Помыслите о претерпевшем, об авторе и о том, кто развивает нашу веру. Помыслите о претерпевшем, такое над собой поругание от грешников. И там говорится, помыслите о претерпевшем, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими или в вашем разуме. Это говорит вам, что делать со своим разумом. Помышляйте о нем. Начните думать об Иисусе и перестаньте думать о себе. Я ободряю вас это делать. Я очень ободряю вас это делать. Аминь. Я ободряю вас начать думать об Иисусе, а не о себе. Скажу вам вот что. В первый или во второй раз, когда вы будете это делать, это нелегкая работа. Потому что вы долгое время думали о себе. Но когда начинается боль, когда начинается болезнь, когда приходят плохие известия, не замыкайтесь в себе. «О, Боже мой, что мы будем делать?» «О чем вы плачете?» «О, Линдси умирает! Неужели ты не знаешь, что Линдси умирает? Что мы будем делать? Линдси умирает!» Нет, вы убиваете ее. Перестаньте об этом думать. Не изнемогайте. И не ослабевайте в своем разуме. Думайте и помышляйте об Иисусе, первосвященнике вашего исповедания. Является ли он первосвященником над словами «Линдси умирает, Линдси умирает?» Нет, он первосвященник над словами «Ранами его она исцелилась!» «Силой Бога Всемогущего у нас есть власть!» «Я провозглашаю кровь Иисуса над ней!» «Во имя Иисуса!» Теперь он может начать здесь действовать. Вы запрете свой разум, не помышляя о своем теле, а помышляя о нем, кто был автором вашей веры. Если вы не можете делать ничего другого, начните представлять себе Голгофский крест, как вы стоите у подноша этого креста, и кровь Иисуса начинает капать вам на лоб и стекать по вашему лицу. И в своем разуме просто заставьте себя представить, как вы подходите с Петром к тому гробу. Вбегаете в него и говорите, «Боже мой, он пуст!» «Он пуст!» «Он пуст!» И как только вы пытаетесь подумать о своем теле или об этой боли, вы знали, что вы не можете одновременно думать о двух вещах? Вы не можете. Скажите, «Нет, тело, ты не в счет. Я не помышляю о тебе. Я помышляю об Иисусе». Возьмите эту книгу и поставьте ее у себя перед глазами. Преклоните к ней свое ухо. И да не отходит она от глаз ваших. Вкладывайте ее в свое сердце, потому что она жизнь для того, кто нашел ее, и здравие для всего тела его. И пребывайте в этом. Пребывайте в этом. Пребывайте в этом. Не важно, что говорит о вас остальной мир. Какая вам разница? Они вас не спасали. Они бы отправили вас в ад, если бы могли. Какая вам разница, что они думают? Они раньше говорили о вас всякие гадости. Поэтому забудьте об этом. Они все равно пишут о вас нехорошие книги. «Если они пишут их обо мне, они писали их и о вас. Они просто не знали вашего имени, а иначе бы вставили его туда». Все эти отвратительные книги про людей веры. Одной из отличительных черт фарисея была его способность говорить «грешник». И если они приближались к грешнику, они шли домой и мылись. Иисус ел с ними. Задумайтесь об этом. Видите, на чем они сосредотачивались? Сосредотачивайтесь на Иисусе. На том, что Он для вас сделал. Что Он для вас сделал. Смотрите на Него. Сосредоточьтесь на Нем. И думайте о Нем. Скажите, Господь, я просто возлагаю заботу об этом бедствии на Тебя, во имя Иисуса. Я просто устремляюсь в Иисуса. Я не помышляю о Своем теле. Я не помышляю об этих обстоятельствах. Я не помышляю о том, что они пообещали сделать. Какая мне разница, что они собираются делать? Я просто устремляюсь в Тебя, Иисус. Мне не важно, как плохо они обо мне говорили. Какая разница? Я просто устремляюсь в Тебе, Иисус. Хвала Господу. Я просто буду утешаться и наслаждаться Господом. Затем просто ходите верой и ходите в радости Господа. Аллилуйя. Скажу вам, друзья, я знаю, о чем говорю. Я должен был сражаться за свою жизнь в духе. Скажу вам, дьявол пытался вывести меня из этого служения. Пытался поразить мою семью. Я хочу, чтобы вы знали, моя семья невредима. Я невредим. Я проходил осмотр несколько дней назад. Я говорю о медицинском осмотре. Я его прошел. Я на сто процентов здоров. Силен. Мне 60 с половиной лет. И скажу вам, этот осмотр проводил доктор Реджиналь Черри. Он померил мое давление и сказал, «О, у вас давление, как у 20-летнего». Да. Аминь. Аллилуйя. Я должен был сражаться за это. Сражаться сражением веры. И именно так вы здесь это и делаете. Именно об этом я здесь и говорю. Он не помышлял, что тело его уже омертвело. Он вернул свое тело после того, как оно уже омертвело. Он вернул всю свою физическую силу и мужественность. После того, как ее уже не стало. Как насчет этого? Как он это сделал? Он не поколебался в обетовании Божьим неверием. О, это слишком хорошо. Я никогда не смог бы этого иметь. О, брат Коплант, это что-то настолько нереальное. Нет, это значит колебаться в вещах Божьих. Он не поколебался в нем. Библия говорит, что он гостил в земле обетования. Аллилуйя. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Вы воздаете славу Богу, будучи твердыми и сильными в вере. Вы не воздаете славу Богу, сидя в сомнении и неверии, говоря, бедный я. Бог не получает никакой славы от болезни. Он не получает никакой славы от нищеты. Он может получить в ней славу, если вы начнете прославлять его. Но когда вы в веру окунаетесь, слава Божию, вы выбираетесь из этой болезни, немощи и нищеты. Рыча, как лев, вырываетесь оттуда, слава Богу. За эти годы мы с Глорией не раз не давали себе отлеживаться, срывали с себя дело и говорили, «Нет, мы должны проповедовать на собрании, и мы отправляемся на него». За 30 лет мы не пропустили ни одного служения. Этого славу Богу. Я имею в виду, это не моя слава. До того, как я узнал о Слове Божьем, я был мистером компромисс. Но я больше им не являюсь. Нет. Я как никогда решительно настроен, что это будет бескомпромиссным словом веры в моей жизни. Я как никогда решительно настроен, что я никогда не буду идти на компромисс. Я услышал, как в 1967 году Орл Робертс проповедовал проповедь под названием «Четвертый человек». Я услышал ее не на кассете. Я услышал ее на палаточном собрании, слава Богу. Я в то время работал на него. Я услышал, как он говорил о тех трех еврейских юношах и как он сказал, что они отказались преклониться. И он сказал, если вы не преклонитесь, вы не сгорите. Если преклонитесь, сгорите. Что вы пытаетесь сохранить идея на компромисс, вы потеряете. Я услышал это. И это зажгло внутри меня огонь. И я сказал это в тот вечер во время той проповеди. Я никогда этого не забуду. Именно тогда внутри меня и поднялась эта фраза. Бескомпромиссное Слово Божье. Я отказываюсь идти на компромисс. Оно говорит, ранами его вы исцелились. Оно не говорит время от времени. Или когда вы хорошо себя на этот счет чувствуете. Я отказываюсь идти с этим на компромисс. Если вы не преклонитесь, вы не сгорите. Аллилуйя. В тот вечер в той палатке я принял решение. Я не преклоню колено моего исповедания перед дьяволом в этой жизни. Я ему этого не отдам. Я совершил много ошибок, да. Я время от времени позволял своему языку говорить не то, что надо. Но я хочу, чтобы вы знали, я покаялся. Благодарение Богу. И я вернулся к своему решению. И как никогда твердо его держусь. Ну, брат Коплант, мы снова возвращаемся к тому, что мы должны начать следить за тем, что мы говорим. Это никогда не менялось. Будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Аллилуйя. Он сказал, что это не было написано только для Авраама. Это написано также и для нас. Мы можем предпринимать те же самые шаги. Я ободряю вас это делать. Да, я очень ободряю вас. Я очень ободряю вас. Противостать в своей семье вещам этого мира и жизненным бурям. Противостать им. Все преодолев стоять. Не ожидая стать слабее, а ожидая стать сильнее. И стоять, все преодолев, стоять, стоять и стоять. А как долго я должен стоять, брат Коплант? Намного дольше этого. Вы сдаетесь еще до того, как вы противостали. Я слышал, как брат Хейген однажды сказал, если вы готовы стоять вечно, то вам не придется стоять долго. Дьяволу незачем с вами связываться, когда он знает, что вы готовы стоять там вечно. Именно поэтому он не связывается с Богом, поскольку знает, что он этого не изменит. Он не может добраться до Бога. Ему нужно добраться до вас. И Бог не имеет с ним ничего общего. Бог должен использовать вас. То есть мы с вами оказываемся посередине. Послушайте. То есть вы оказываетесь подтверждающим свидетелем. Устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. С одной стороны стоит дьявол, с другой — Бог, а вы посередине. Чью сторону вы изберете? Именно так оно подтвердится и утвердится. Если вы соглашаетесь с Богом и всеми ангелами небес, тогда Бог и вся его сила будут работать с вами. Если вы не соглашаетесь с ним, и вы не можете не согласиться с ним, не согласившись с дьяволом. Если вы соглашаетесь с дьяволом, вы разрешаете ему действовать в вашей жизни. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Встаньте и давайте поступим на основании этого. Скажите это громко. Я человек веры. Я верю Богу. Я верю, что это написано. Я основываюсь на Слове Божьем. Я верующий. Я несомневающийся. Спасибо тебе, Господь, за это. Для меня все возможно, потому что я верующий. Я беру власть над тобой, Сатана. Убери свои руки от моей жизни. Убери свои руки от моих дел. Убери свои руки от моей семьи. Убери свои руки от моего имущества. Убери свои руки от моего бизнеса. Убери свои руки от моей церкви. И от всего, что имеет ко мне отношение. Я запрещаю тебе. И я связываю тебя. Навечно. Я изгоняю тебя. Во имя Иисуса. И сейчас служебные ангелы Божьи. Послушные Слово Божьему. Служите мне. Ополчайтесь вокруг меня. Защищайте меня и все, что мне принадлежит. Падет подли меня тысяча. И десять тысяч одеснуй меня. Ты поднимешь меня в своих руках. Да не притнемся о камень ногою своей. Я и все, что мне принадлежит. Ты заботишься о нас. Ты заботишься о нас. Во имя Иисуса. Потому что я верующий. Я не сомневающийся. Я буду ходить соответствующим образом. Во имя Иисуса. Я в полной мере ожидаю. Что Слово Божье будет работать в моей жизни. Я сонаследник с Иисусом. Я воздаю Ему всю хвалу. И всю славу. Во имя Иисуса. И теперь воздайте Ему хвалу. Давайте откроем наши Библии сегодня на третьей главе послания к евреям. На третьей и четвертой главах послания к евреям. В четвертой главе послания к римлянам подробно объясняется, как высвобождается вера, что заставляет ее работать, и почему. Вы помните, что мы уже разобрались с этим вопросом на основании Слова Божьего. Является ли вера требованием, является ли она необходимостью, или же чем-то на наш выбор, уж как у нас будет получаться. Если это не будет работать, что ж, мы попробуем что-то другое. В Евангелии от Луки Иисус назвал веру нашим рабом от Бога. Ученики попросили, умножь нашу веру. Иисус ответил, «Если бы вы имели веру, как зерно горчичное, вы бы посеяли ее. Сейте ее, она будет расти». Затем Он сказал, «Если бы у вас был раб, работающий в поле, то есть Иисус сравнил веру с рабом, и вы поддерживаете ее в работающем состоянии. Если вы будете поддерживать ее в работающем состоянии, и именно об этом Он и говорил в этой иллюстрации. Он сказал, «Когда этот раб приходит с поля, вы не говорите, «Садись, я тебя накормлю». Нет, раб возвращается с поля, вы садитесь и говорите, «Корми меня». Вы никогда не выводите веру из рабочего состояния. Вы никогда не занимаете место своей веры. Вы никогда не принимаете решение, «Что ж, в этот раз я сделаю это сам». Вот о чем Он говорил. Вы не подзываете веру и не говорите, «Садись, отдохни сейчас, потому что я сам позабочусь об этом вопросе». Вы не можете о нем позаботиться. Вы не Бог. «Ну, брат Копланд, мне до среды нужно внести очередную выплату за машину в размере 175 долларов». Что ж, Иисус сказал, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Да, брат Копланд, я знаю, что там так говорится. Что ж, мы можем помолиться и согласиться. Да, и я собираюсь согласиться. Я не буду надеяться. Я буду соглашаться. Я буду поступать на основании этого местописания, как если бы Иисус обращался лично ко мне, потому что я верю, что так и есть. И я поступаю на основании Его слова так же быстро, как я поступил бы на основании моего адвоката, моего врача или очень верного друга. А затем, спустя пару дней, вы приходите и говорите, «Знаете, я не буду спать следующие три ночи. Я нашел себе подработку с шести часов вечера и до шести часов утра». Я спрашиваю, «Как так?» «Ну, знаете, брат Копланд, я знаю, что вера работает, и это замечательно, но, знаете, к среде у меня должны быть эти деньги». Я хочу у вас кое-что спросить. Если вы не верите, что Бог может привести их до среды, почему вы думаете, что вы можете? Именно об этом Иисус и говорил. Постоянно поддерживайте свою веру в работающем состоянии. Постоянно. Вера не становится слабее, она становится сильнее. Веру ослабляет такие вещи, как сомнение, неверие и непрощение. Непрощение сделает вашу веру хилой. Постоянно поддерживайте свою веру в работающем состоянии, и она будет продолжать расти и становиться сильнее, постоянно, 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 постоянно простираясь, постоянно простираясь к месту покоя. «Есть место». Это место. В этой ситуации я говорю о месте слова. Это все равно, как если бы вы спросили, «Че это место?» Ну, эта собственность принадлежит мистеру такому-то. Это его место. Это их место жительства. «А мое место там, на углу. Это то, где мы живем». Если вы придете в наш дом, вы увидите это место. Небеса – это реальное место. И мы туда направляемся. Я постоянно стремлюсь туда. Это мое. Это мое следующее место. Именно туда мы и направляемся. Это место покоя в Боге. И это место является местом веры. Вы не можете попасть в это место без веры. Христиане по всему миру хорошо знают, что есть место мира и покоя в Иисусе. А большинство из них в нем не находятся. Они умоляют о нем, плачут и выпьют о нем, говорят о нем и так далее, но большинство из них не в нем и не имеют ни малейшего представления о том, как в него попасть. А все потому, что место покоя является местом веры. Вы не можете туда попасть без вашей веры. Вы не можете туда попасть, не приняв решение идти туда и идти целенаправленно. Вы меня слушаете? Хорошо. Третья и четвертая главы послания к евреям. Помните, что я сказал? Третья и четвертая главы послания к евреям. И четвертая глава послания к римлянам является информационными главами о том, как шаг за шагом высвобождать свою веру. Описывают процесс этого и как она работает. И прежде чем мы это прочитаем, позвольте мне прокомментировать это. Потому что я хочу, чтобы вы ухватились за это. Это истина, которую вам нужно знать. Во-первых, факты не всегда истинны. Истина изменит некоторые факты. Вы это поняли? Истина в том, что ранами его вы исцелились. Возможно, это факт, что в вашем теле что-то работает не так. Но истина в том, что ранами его вы исцелились. Если вы возьмете эту истину и правильно верой ее примените, согласно Слову Божьему, она изменит эти факты, чтобы они пришли в согласие с истиной. Именно это и говорил Иисус, когда сказал, что истина сделает вас свободными. Но она не сделает вас свободными до тех пор, пока вы не познаете ее. И вы не можете ее познать, не пребывая в его слове и не будучи истинно его учениками. Так говорит Писание. Итак, вера работает тогда, когда она правильно приводится в действие согласно руководству изготовителя. Новому Завету. Библии. Библия – это книга веры. Это духовная книга. И когда вы правильно приводите веру в действие согласно тому, кто был ее автором, она будет работать. В 100% случаев. Если случается провал, он случается не со стороны Бога. Он ничего не удерживает. Это не потому, что Слово Божие неверно. И это не вина того человека, который вам об этом проповедовал. Это ваша ошибка. Если кого-то и можно винить, то это вас. Чего Адам не сделал в Эдемском саду, так это он не взял ответственность за свое собственное непослушание. Мы любим судить других людей, потому что они делают, а себя судим по своим благим намерениям. Если вы собираетесь жить и ходить верой, вам придется научиться быть жестко честными с самими собой. Не осуждать себя, но быть честными с собой и выучить эту фразу. Скажите ее. Никаких оправданий, сэр. И это вырывает с корнем. Да, ну что если... Фраза «да, но что если...» это признак неверия. Если в молитве используется слово «если...» за исключением молитвы посвящения Богу, тогда это является признаком неверия. Если вы молитесь «Исцели меня, если на то есть Твоя воля...» Этим вы говорите мне, что вы ничего не знаете о Библии. Вы ничего не знаете о крови Иисуса. Вы ничего не знаете о воскресении Иисуса. Вы ничего не знаете о том, как молиться в вопросе исцеления. Вы не молитесь, если на то есть Твоя воля. У вас есть воля Божья. Она записана для вас, что вы могли ходить в ней, верить ей и применять ее. Если вы молитесь, Господь, я пойду, если на то будет твоя воля Тебе нужно лишь открыть это мне, я пойду Господь, если на то будет твоя воля, я сделаю это Я сделаю все, на что есть твоя воля Иисус не сказал, я пойду на крест, если на то будет твоя воля Он уже знал, что это было волей Божьей, чтобы он пошел на крест Он сказал, не моя воля, но твоя, да будет Это совершенно другое заявление. Аминь? Но понимаете, так вы молитесь в процессе посвящения. Я сказал все это для того, чтобы показать вам это. И это истина, которую вам действительно нужно понять. Вера — это процесс. И послушайте меня очень внимательно. Потому что я собираюсь поделиться с вами некоторыми как духовными, так и естественными вещами, которые помогут вам. И это необходимо из-за того, в каком обществе мы живем, особенно в Соединенных Штатах. Мы живем в обществе, ориентированном на лекарства. И я говорю не только о продаваемых на улице наркотиков. За последние 50 лет мы стали обществом, ориентированным на лекарства. Мы в конце концов пришли к тому, что думаем, что если мы дадим им достаточно времени, они придумают лекарство, которое исправит все. И большинство лекарств больше опасно, чем что-то исправляет. И все в этой жизни, в духовном, в умственном, в физическом плане является процессом сеяния и жатвы. Оно порождено семенем. И мы пытались с помощью лекарств, или чем-то близким к этому, исправить урожай. Мы сеяли неправильные семена, получали плохой урожай, и потом пытались исправить его с помощью лекарств. Вера – это процесс. И позвольте мне также вам это сказать, когда вопрос касается, например, питания. То Бог дал вам пищу, главным образом, не для приятного времяпровождения. Понимаете? Главным образом, Он дал вам пищу для того, чтобы питать ваше тело. Есть определенные витамины и минералы, которые должны питать это тело. Будучи ориентированными на лекарства, мы пьем кучу витаминов, или еще чего-то, чтобы помочь той отвратительной еде, которая нам сегодня предлагается. Принимаем одно, второе, и ожидаем, что оно все отрегулирует. Это потому, что мы ориентированы на лекарства. А вы должны изменить еду для того, чтобы так и происходило. Понимаете? Этот естественный, витаминный, минеральный, естественный процесс тела является очень постепенным, но он работает 24 часа в сутки. Именно так Бог это и сотворил. Когда вы сеете семя в землю, оно не прорастает моментально. И в эти последние дни мы достигли такого духовного места, где мы видим такой огромный урожай, собирающий урожай нагоняет сеятеля. Это по Библии. Я говорю о повседневном жизненном процессе. Процесс веры. Вы сеете внутрь себя Слово Божье. Высвобождается вера. Она выходит и подключается к силе Божьей жизни. И эта сила Божьей жизни начинает процесс изменения в естественном теле, в окружении, в наших финансах, в нашей социальной реакции и взаимодействии с другими людьми. Все основано на семенах, которые мы сеем. Об этой жизни Божьей говорится как о помазании. Вот что это такое. Это жизнь Божья. Это сила внутри Бога, которая делает его Богом. Это трудно выразить словами, можно говорить часами, объясняя это разными способами, и так никогда и не выразить это словами. Это Бог, являющийся Богом. Аминь. Например, кто-то сломал кость, и врач вправил эту кость. Там идет исцеляющий процесс. Не так ли? Если все идет так, как надо. Эта кость находится в процессе того, чтобы срастись. И в зависимости от перелома, в зависимости от состояния вашего здоровья на тот момент и других моментов, в зависимости от того, будете ли вы хорошо следить за своей рукой, потребуется где-то 4-6 недель, чтобы она срослась. Это процесс. Верно? Скажем, сверхъестественно, через воздействие на эту кость, помазание Божьего, жизни Божьей, эта кость срослась не за 6 недель, а за 6 секунд. Тот же самый процесс. Внутри той кости прошел тот же самый процесс. Он просто был ускорен силой и жизнью Божьей, которые были применены к этой кости. Вы не можете изменить сам процесс. Процесс тот же. Вы меня... Слушайте. У нас было представление, что это... Нет, Бог никогда не изменяется. И у меня есть для вас новость. Вы тоже не изменяетесь. Вы не можете превратиться в ангела. Вы не можете превратиться во что-то еще. Некоторые из вас думали, что вы могли быть кем-то еще. Но нет. Вы по-прежнему человек. И вы будете им вечно. Вы родились на этой земле, в этом классе духовных существ. И это то, кем вы являетесь. Умирая и отправляясь на небеса, вы не превращаетесь в ангелов. Мне все равно, сколько телевизионных передач вы смотрите. Это то, как оно есть. Процесс тот же самый. Итак, когда вы обращаетесь к Слову Божьему, «Сеятель Слово сеет». Это Слово является семенем для веры. Это Божье семя, которое Он поместил на землю, чтобы вы вкладывали его в свой дух, чтобы вы созидали свою веру, чтобы вы брали его обетование. И через эти обетования, эти великие и драгоценные обетования, становились причастниками его божественной природы. Когда вы берете Слово Божье, вы стоите на нем и применяете его. Ваши реакции, ваши слова, ваше существо приходят в соответствии с этим Словом Божьим. И вы применяете его к своей жизни и ситуации. Вы запустили процесс. Этот процесс всегда запускается. Исцеление приходит всегда. «О, брат Кокмунд, оно ко мне не пришло». Нет, оно пришло, вы его не приняли. Вы это понимаете? Бог не является неудачником. Иисус сказал, «Возлагайте руки на больных во имя Мое, и они будут исцеляться». Исцеление всегда здесь. Исцелитель всегда здесь. Он никогда не оставляет и не погибает вас, даже до скончания века. Но скажу вам следующее. Грех, сомнение, неверие, непрощение, все эти вещи будут прерывать этот процесс. Это названо Духом Антихриста. Антихриста. Это блокирует помазание. Это не только остановит этот процесс, оно развернет его, если вы позволите этому продолжать работать. И с негативной стороны, это вернет вас в круг смерти. И этот процесс начнет работать в обратную сторону и способствовать старению, смерти, преждевременной неправильной работе организма, разума, неблагоприятствовать в обстоятельствах, делах, деньгах, во всех этих сферах. Я хотел, чтобы вы увидели, что процесс тот же самый. Мы живем по постепенному процессу работы небес. По постепенному процессу работы небес. Именно так он и работает 24 часа в сутки. Чудеса не предназначены для того, чтобы быть в действии 24 часа в сутки, а благословения предназначены. Чудо — это божественное вмешательство. Это когда Бог вмешивается, чтобы помочь вернуть все на свои места и возвращает все вам снова в полноте. Теперь храните это в должном состоянии. Аминь. Благословение Божие будет хранить это в должном состоянии. Мы с вами устремимся в эту сферу благословения, сферу покоя. И в этой сфере мы не просто будем использовать нашу веру, чтобы исцелиться после того, как пришла болезнь. Это не означает быть сделанными целостными. Быть сделанными целостными — это ходить в божественное здоровье, так, чтобы болезнь больше не могла успешно вернуться. Оставайтесь здоровыми. Исцеление нужно не просто после того, как дьявол вам что-то сделал. Исцеление — это ходить в здоровье. Аллилуйя. Вы должны принимать исцеление в то время, как вы здоровы. Оставайтесь наверху этого. Постоянно поддерживайте свою веру в работающем состоянии. Как вы это делаете? Обновляя разум и постоянно зная об этом процессе. Мы живем по системе слова. Никакой человек не может выбрать, будет он жить под влиянием слов или нет. Вы не можете это выбрать. Кем бы вы ни были — грешником, святым, христианином или буддистом, кем бы вы ни были, вы по-прежнему живете по процессу и под влиянием слов. От слов своих вы оправдываетесь и от слов своих осуждаетесь. И вы дадите ответ в день суда за каждое праздное слово, которое исходит из ваших уст. Так сказал Иисус. И это относится ко всем. Вы не можете выбрать, будут слова иметь влияние и силу вашей жизни или нет. Но вы можете выбирать, какими словами вы живете. Вы можете выбирать источник тех слов, которыми вы живете. Вы можете выбирать слова, которые создают, формируют мысли в вашем разуме. Библия говорит, что только честно, справедливо, любезно, что достославно, что мирно, что только добродетель, а о том помышляйте. Она говорит, не спровергать замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Бога. А как работают замыслы? Работают в словах. Разве не так? Внутри вас постоянно идет словесный разговор. Вы просыпаетесь посреди ночи, и оно вам говорит. Аминь. Никогда такого не было, что вы просто проснулись посреди ночи, пошли в туалет, вернулись обратно в кровать и ничего. Там постоянно идет какой-то разговор. Помните, в некоторых периодах Библии, в Евангелии от Марка 11, 14, говорится, что Иисус ответил смоковнице? Не он к ней обратился, а он ответил ей. Та смоковница уже проговорила к нему. Ты сегодня утром не поешь. Что-то говорит к вам постоянно. И в 54 главе Исаия говорится, что не только ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешным, но также, что всякий язык, который будет состязаться с вами на суде, вы обвините. Здесь говорится не о разговорах других людей. О них тоже. Но здесь говорится о чем-то большем. Здесь говорится о том разговоре, который умственно идет внутри вас постоянно. 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 Ну, я не знаю, что я на этот раз буду делать. Скажу вам, мне нужны эти деньги к четвергу. Похоже, у нас ничего не получится. Обвините это Словом Божьим. Обвините это сейчас. Не позволяйте этому процессу запускаться в вас. Поддерживайте веру в действии. Поддерживайте Слово Божье в действии. Вы сражаетесь с мыслями, Словами. Вы сотворены так, что вашему разуму придется остановиться и послушать, что говорят ваши уста, потому что у ваших уст есть власть над вашим разумом. Я столько раз это делал, но меня это по-прежнему не перестает удивлять каждый раз, когда я это делаю. И время от времени я делаю это просто для того, чтобы еще раз себе это доказать. Начните сейчас про себя считать от одного до десяти. А теперь вслух скажите свое имя. Что произошло с вашим счетом? Вашей голове пришлось остановиться и послушать, что сказали ваши уста. Именно так оно и работает. Я хотел, чтобы вы увидели, как мы обязаны действовать. Вера запускает этот процесс. Слово Божье является семенем для этого процесса. Ваши слова и действия в терпении, будучи постоянно последовательными, поддерживают этот процесс в работе до тех пор, пока он не завершится и не придет полное проявление желаемого конечного результата. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме, на Орле Робертсе или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь и которым Ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса. Я молюсь об их благословениях, я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают. Во имя Иисуса. Чтобы помочь нам делать то, что делаем мы. Мы жертвуя Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом и действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи и помните, что Иисус – Господь. Иисус – Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...